Лето было в разгаре. Прошел всего месяц после начала каникул, и большинство разговоров было сосредоточено вокруг решения Риты поехать в Библейский колледж. Ее приняли в университет в Мэдисоне, а также в Библейский колледж в Ленойсе. Но ее выбор пал на небольшой христианский колледж в Индиане. Она должна была появиться там к 26 августа, но могла поехать туда уже 23-го и посмотреть свою комнату. Ни Алик, ни Софи еще не были в колледже. Рита ездила туда с Куртом Марксом и его семьей. Двое молодых людей больше не встречались, но остались друзьями. Вся семья планировала сопровождать ее 23-го, и Софи уже боролась с ощущением нереальности. Она не могла себе представить, как это – не видеть Риту каждый день. Поэтому почти каждый день ей приходилось заставлять себя возвращаться к реальности. Лето только началось. Надо жить и радоваться, а не ожидать печального события. Это было бы просто пустой тратой драгоценного времени. Одним из самых увлекательных событий лета стал ежегодный пикник в Мазамане. Было замечательно присутствовать на нем в этом году в качестве жены Алика. Некоторые из членов церкви были на свадьбе, и новую миссис Райли встретили тепло. Это был чудесный день, но лучшее еще впереди. День рождения Софи будет всего через 10 дней, 15 июля, и Алик придумал что-то особенное. Была суббота. Два дня до ее дня рождения, и Алик весь день был в игривом настроении. Все началось с того момента, когда утром Софи вышла из душа. На стене возле душевой кабинки был крючок, и они использовали его, чтобы повесить полотенце. В этот день, когда Софи отодвинула занавеску, вместо полотенца на нем висела мочалка для мытья посуды. Она рассмеялась, и Алик с глазами полными веселья просунул голову в дверь. «Что такое?» – спросил он невинно. Софи хихикнула. «Что-то случилось с моим полотенцем?» Алик указал на мочалку. «Разве это не оно?» «О, Алик, это уже слишком!» А она ошиблась, но он не стал исправлять ее. «Я очень!» – сказал он, выхватив полотенце из своего укрытия и протянув ей. «Очень сильно тебя люблю!» И это было началом чудесного дня. Чуть позже был обед в любимом ресторане Софи, а затем вся семья отправилась на велосипедную прогулку. В тот вечер она была уставшей, но уставшей приятно. В отличие от Софи, Рита совсем не вымоталась и была в настроении поговорить, поэтому некоторое время они провели в приятной беседе. Когда Софи вышла от плачерицы, она не смогла найти Алика. Его не было наверху и внизу было тихо и пусто. Было уже темно, и она не стала смотреть на заднем дворе. Она немного убралась на кухне, выключила свет, собираясь в гостиную, а потом заметила его. Он был на заднем дворе с фонариком, хотя нет, не с фонариком. Софи вышла к нему. Все уличные фонари были выключены, и от луны был только узкий серп, так что было довольно темно. Поэтому она просто следовала за свечением. «О, Алик!» – выдохнула Софи, когда подошла достаточно близко, чтобы увидеть, что он держит большую банку, полную светлячков. Должно быть, он поймал десятки, потому что банка излучала свет все время. «С днем рождения, любимая!» «О, Алик!» – сказала она снова, беря банку, когда он вручил ее ей. «Мне нравится! Они такие замечательные!» Алик внимательно смотрел ей в лицо и напряженно ждал. Она бросила на него взгляд, когда услышала это звенящий звук в нижней части баночки. Софи подняла и присмотрелась. Алик услышал ее вздох. «О, Алик! Что ты сделал?» «Я думал, что более важно поставить новую мебель в спальник Майю, но я всегда хотел, чтобы у тебя было кольцо. Я хочу достать его, но я не хочу отпускать светлячков!» Алик рассмеялся. «Боюсь, ты не можешь иметь и то, и другое!» Немного помолчав, она повернула крышку. «Не переворачивай!» – предупредил Алик. «Ой, я не могу! Ты сделай это!» Сунула она банку ему в руки и стала ждать. Алик снял крышку и слегка потряс банку. Часть жуков вылетела, но некоторые все же врезались в стекло. «Сложи руки лодочкой!» – сказал он ей. И Софи повиновалась. С большой осторожностью она прокинул банку. Софи почувствовала, как кольцо упало ей в ладошку, но не двигалось. Алик положил банку на траву и протянул руку к Софи. «Осторожно, Алик! Здесь так темно!» Вот. Он сложил свои большие руки поверх ее, прикрыв кольцо. «Пойдем к дому!» Ей было неловко, но это было некому заметить. Софи была в мире грез, и Алик радовался того, что смог удивить ее. Когда они оказались на дорожке, Алик включил свет и открыл ладони Софи. Он выпустил оставшихся светлячков и осторожно взял золотое колечко с красивым маленьким бриллиантом. Он потянулся к левой руке Софи и одел ей кольцо. Софи поправила кольцо на пальце и посмотрела вниз, чтобы увидеть, как идеально оно смотрится рядом с обручальным. «О, Алик!» – выдохнула она. «Я никогда и не мечтала!» Они притягивали комаров, поэтому Алик подтолкнул Софи к кухне. Оказавшись внутри, он закрыл дверь, прислонился к ней и притянул Софи к себе. «Ты так балуешь меня!» – сказала она ему. «Мой самый любимый в мире человек относится ко мне как к редкой драгоценности. Спасибо, Алик!» «Я также хочу, чтобы ты знала кое о чем еще. Я открыл специальный сберегательный счет для твоей бабушки, если она когда-нибудь решит переехать сюда или посетить нас. О, Алик, спасибо! Я могу закрыть свой счет и добавить эти деньги к твоим!» «Конечно! Я дам тебе сберкнижку!» «Ей так понравились свадебные фотографии!» – продолжала Софи. «Она сказала, что плакала, когда увидела меня в том платье!» «Ты выглядела потрясающе!» – сказал Алик, убирая пряди волос за ухо. Он изучил свою работу, а затем посмотрел на Софи, обнаружив, что она рассматривает бриллиант. «Разве это не красиво?» «Да!» – все еще изучая ее лицо, – сказал Алик. «Это был такой прекрасный день! А ее день рождения будет только в понедельник!» Один из псалмов звучал в голове Софи, когда ее муж присоединился к ней наверху. Это был Псалом 135, где все 26 стихов говорили ей, что милость Бога вечна. Его любовь была таким чудом для Софи, что она упивалась этим. Но также она была достаточно мудра, чтобы попросить Бога напоминать ей об этом факте всякий раз, когда жизнь покажется ей не настолько хорошей, или когда она будет не в состоянии вспомнить хоть что-то, за что она может быть благодарной. Софи плакала всю дорогу из Индианы. Рита, сияющая, как начищенный пятак, поселилась в большой комнате с отличной соседкой в отличной школе, но Софи все еще плакала. «Все хорошо, Софи!» – попытался Алик утешить свою жену. «Ты был с ней почти 19 лет, а я только нашла ее!» – еще сильнее заплакала Софи. «Она даже не вернется домой к своему дню рождения в сентябре!» Ее ничего не утешало. Алик видел, что она пытается себя контролировать, но слезы не останавливались. В конце концов она устала и заснула. Она пропустила самую ужасную часть дороги через Чикаго, и это было чем-то вроде благословения, но она все еще немного плакала остаток пути домой. Следующая неделя была не намного лучше. Приступы плача накрывали Софи в самых странных ситуациях. Она разрыдалась, когда листала рекламу в журнале, и плакала на взрыд, когда сожгла сковороду с печеньем. Прошло больше недели, когда Алик вернулся домой и обнаружил детей, готовящими ужин. Это было так похоже на тот вечер, когда погибла Ванесса, что какое-то время он не мог ничего сказать. «Где Софи?» – наконец оправился он. «Она плохо себя чувствовала, поэтому поднялась наверх», – ответила Тори, выглядя очень напряженно. Алик подошел и положил руку ей на плечо. «Я пойду», – сказал Алик. «И спасибо вам, ребята, за помощь». Алик тихо открыл дверь спальни на тот случай, если Софи спит. Но она сидела на кровати спиной к нему, ее тело дрожало от рыданий. Алик сел и обнял ее. Ее лицо было опухшим и красным, и когда она попыталась заговорить, он едва смог понять ее. «Прости, Алик, я не могу это остановить». «Все в порядке, дорогая. У тебя что-то болит?» «Нет», – пробормотала она. «Я просто ничего не могу с собой поделать». «Из-за Риты?» «Нет». Бог примирил меня с этим, но слезы все равно не останавливаются. Алик позволил ей опереться на него, и это помогло, потому что она успокоилась через несколько минут. Она глубоко вздохнула. Алик убрал влажные волосы с ее щек и дал ей салфетку. «Софи», – мягко спросил он, – «в какое время месяца?» Софи посмотрела на него. Ее глаза стали огромными, а лицо снова скривилось. Она снова впала в прострацию. Алик рассмеялся. «Уже в пути или уже здесь?» «В пути», – простонала она. И Алик заставил ее лечь, тихо посмеиваясь. Она немного успокоилась, поэтому он спустился, чтобы поесть, и смог заверить детей, что через несколько дней с Софи все будет в порядке. Тори, которая так повзрослела за этот год, предложила отнести Софи в комнату немного еды. Однако спустившись, 12-летняя девочка сообщила отцу, что Софи спит. Софи проспала всю ночь, и это не беспокоило Алика, пока на следующей неделе в середине дня он не вернулся домой и не обнаружил, что Софи крепко спит на диване в гостиной. Через несколько минут Софи проснулась, обнаружив Алика сидящим в кресле и наблюдающим за ней. «О, Алик!» – слабым голосом сказала Софи. «Я не слышала, как ты пришел». «Ты говорила мне, что вчера тоже заснула?» «Да», – подтвердила Софи, все еще не имея сил даже сесть. «Я думаю, тебе нужно обратиться к врачу». Это резко взбодрило Софи, она посмотрела на него, он выглядел серьезным. «Ты думаешь, что я больна?» «Нет, я думаю, что ты беременна». Она отреагировала так, как он и предполагал. Сначала взглянула на потолок, потом снова на него, прежде чем ее руки потянулись к животу. Она молчала несколько минут. «Месячные так и не начались», – заявила она, как будто только осознала это. Алик прекрасно знал об этом, но не стал комментировать. «Я перестала мечтать об этом, когда была еще подростком», – призналась она. «И попрощавшись с Ритой, я была эгоистично рада, что мне никогда не придется прощаться со своим собственным ребенком. Но теперь ты действительно так думаешь, Алик?» «Да, ты не больна. Но у тебя плохой аппетит и твои слезы и усталость говорят мне, что что-то происходит». Она опять легла и посмотрела в потолок. «Домашний тест на беременность дорогой?» – поинтересовалась она. «Не знаю, но сегодня вечером я могу заехать и купить». «Я не хочу, чтобы Крейг и Тори знали. По крайней мере, не сейчас». «Хорошо. Я думаю, что тест – это то, что ты должна сделать первым делом с утра. Поэтому ты сможешь все проверить завтра». София кивнула. «Как ты к этому относишься, Алик?» «Я думаю, мне будет легче. В последнее время ты была сама не своя. А если я не беременна?» Алик вздохнул. «Ты действительно попросишь меня проститься и со второжженной, Господи?» – спросило его сердце, но в тот же миг он понял, что Бог не позволит ему пережить это снова. «Мы справимся с этим, если и когда придет время». Эти слова застряли в голове Софии на всю оставшуюся часть дня и пока она не заснула вечером. Она встала рано, чтобы сделать тест, и Алик остался дома с ней. Они стояли в ванной и вместе смотрели на маленький красный знак «плюса». «Ребенок», – прошептала София, а затем посмотрела на мужа. «У меня будет ребенок, Алик. Маленький человечек с крошечными пальчиками и ушками. Это слишком удивительно». Слезы душили Алика, когда он наблюдал за ней. Ее радость была заразительной. Он был в шоке от этой новости. В конце концов, через три месяца ему исполнится сорок один и, вероятно, будет почти сорок два к тому времени, когда родится ребенок. «Ты в порядке, Алик?» «Да», – честно ответил он. С каждой минуты эта мысль становилась все реальнее. Он обнял Софии, и она спросила, «А как насчет Крейга и Тори?» «Скажем, когда они вернутся из школы, так как сегодня пятница, у них будут выходные, чтобы свыкнуться с этой новостью». «А Рита?» «Мы позвоним ей». София изучала его лицо. «Ты уверен, что ты в порядке?» Он поцеловал ее. «Я не скажу тебе, что я не удивлен, но я в порядке». «А что скажут дети, Алик?» София выглядела настолько уязвимой, что Алик молча попросил Бога помочь им принять эту новость. «Не волнуйся об этом», – сказал он с уверенностью. «Мы скажем им сегодня вечером после ужина, и все будет хорошо». «Ребенок?» Тори уставилась на отца и мачеху. «У вас будет ребенок?» Она повернулась к Крейгу. «Ребенок, Крейг!» «Я никогда не думала об этом». И после этого она расплакалась. София беспомощно посмотрела на Крейга, а Алик подошел к Тори. «Прости, Крейг, извини, пожалуйста». «Нет, нет», – быстро успокоил он ее с облегчением. «Просто мы не знали. Тори думала, что у тебя может быть рак или что-то типа того с тех пор, как ты была. Ну, в общем, какой-то другой. Она просто рада». Этого было достаточно, чтобы София начала извиняться без остановки. «Извините меня», – воскликнула она. «Я не была хорошей матерью, и я не знаю, не станет ли хуже». Ее вопль был таким комичным, что глаза Тори высохли. «Я думаю, что это будет беременность в слезах, и я буду выглядеть как носорог». «Я прошу прощения». София воскликнула от жалости к себе, и остальные постарались не рассмеяться. В этот момент было решено, что Алик позвонит Рите. Он сделал это из другой комнаты, в то время как Тори сидела рядом с Софией, пытающейся взять себя в руки. «Все хорошо, София. Я буду рядом, чтобы помочь вам». София вздохнула. «Спасибо, Тори. Хотела бы я, чтобы это просто прекратилось». Крейг смотрел на нее и задумался, когда же он полюбил Софию. Это было давно, через некоторое время после того, как они поговорили в машине, но он не мог точно определить момент. Она действительно была особенной, и он понял, что когда она была беспокоена, это сильно тревожило его. Последние несколько недель он работал над тем, чтобы быть сильным для Тори, но он был напуган тем, что происходило с Софией. Он не решился пойти с этим к отцу и, возможно, огорчил его. Поведение Софии было так на нее не похоже, и это усталость, и постоянные плачи без причины. А теперь ребенок. Крейг был поражен. У них в доме будет ребенок. К тому времени, когда он родится, ему самому исполнится 15 лет. На что это будет похоже? У Крэга не было причин спрашивать, каким будет уход за ребенком. Достаточно было только посмотреть на отца и Софии, чтобы понять, а они в восторге. Но как все остальное впишется в общую картину? Крейг не знал, но к его удивлению не боялся этого. «Ребенок! Круто! Надеюсь, это мальчик!» Письмо Риты начиналось словами «Дорогая София». И будущая мама была очень рада, что взяла его с собой, когда пошла к врачу. Если бы она оставила его дома, то, сидя в очереди, думала бы только о работе, которую надо выполнить. А так она могла скоротать время, получая удовольствие от чтения письма Риты. «Я знаю, вам покажется странным, что я пишу вам, а не папе. Но мне есть, что вам сказать. Я была в восторге, узнав о вашей беременности. И большинство моих друзей в колледже тоже. Но была одна девушка, которая отреагировала странно. Когда мне, наконец, удалось поговорить с ней, чтобы выяснить причину того странного взгляда, она рассказала, что ее мать снова вышла замуж, родила ребенка, когда ей было около 30. Когда она ездила домой, это было все, о чем могли говорить ее мама и отчим. И эта девушка говорит, что это ужасно. Ребенок родился, маленький мальчик, и эта девушка никак не может смириться и сблизиться с ним, со своим братом. «Я написал это, чтобы вы знали, что я не испытываю таких чувств. Я ненавидела наблюдать за одинокой борьбой отца после смерти моей мамы и все, чего я хочу для него, чтобы у него была вы. Я знаю, что буду любить вашего ребенка так же, как Тори и Крейга, и я хочу, чтобы вы не сомневались в этом ни минуты. А да, я почти забыла. Спасибо за великолепные подарки ко дню рождения. Я провела его просто замечательно. Я смогу рассказать вам все на каникулах, и, может быть, вы скажете мне, когда родится ребенок. Подумать только, когда мы снова увидимся, вы уже будете в одежде для беременных. С любовью, Рита». Софи приказала себе не плакать, но это не сработало. Ее порадовало, что зал ожидания был почти пуст. Она снова перечитала письмо и печально улыбнулась, подумав о том, насколько сильно уже обтягивает ее одежда. Ей придется перейти на одежду для беременных задолго до дня благодарения. Сегодня ей пришлось надеть юбку с эластичным поясом, потому что больше ничего не подошло. А что касается срока родов, Софи надеялась узнать это сегодня. Если бы она испытывала сомнения относительно того, беременна она или нет, то сразу бы пошла к врачу. Но она много разговаривала на эту тему с бабушкой и Глэдис и не видела причин спешить. Как бы то ни было, октябрь почти закончился, и она только сейчас пришла к доктору 29 числа. «Софи Райли!» – прозвучало ее имя. Софи положила письмо в сумочку и поспешила к врачу. Она познакомилась с доктором Фаучием еще до того, как вышла замуж и была уверена, что под его наблюдением ее беременность пройдет хорошо. Спустя несколько часов Софи отправилась на третий из жилищных проектов Алика и чуть не заплакала, когда наконец увидела его машину. Она припарковалась как можно ближе, а затем осторожно пробралась на строительную площадку. Она не смогла подойти ближе из-за грязи и была сильно озадачена. Она спрашивала Бога, что делать, но тут из-за дома появился Алик. «Ух ты!» – улыбнулся он. «Это приятный сюрприз!» – произнес он, направляясь к Софи, но его шаги замедлились, когда он увидел ее бледное лицо и неуверенный взгляд. «Алик, мы можем поговорить?» «Конечно!» Он повел ее к своей машине. Когда они немного уединились, он спросил. «Сегодня ты первый раз была у врача, не так ли?» «Да», – очень серьезно ответила Софи. «Все хорошо?» «Да, Алик, все хорошо, но мой срок не соответствует размеру моего живота, и они захотели сделать УЗИ». Она сделала паузу, но не для того, чтобы драматизировать ситуацию, а потому что все еще была в шоке. «Это близнецы, Алик. У нас будет двое детей». Алик изумленно посмотрел на нее, а затем позволил своему телу упасть на несколько дюймов, пока не приземлился на капот машины. «Близнецы. Его жена носит близнецов. Он будет отцом пятерых детей. Не трех, не четырех, а пятерых». «А с тобой все в порядке?» – наконец опомнился Алик. «Что доктор сказал по поводу тебя самой?» «У меня все хорошо. Он говорит, что я здорово. Он доволен моим весом и физическим состоянием. Он хочет, чтобы я гуляла каждый день, а не только тогда, когда у меня есть время. И он сказал мне, что многие пары проходят курс ламазы». «Да, хорошо. Ну, я рад, что у тебя все в порядке». Слова звучали сухо даже для его собственных ушей. «Спасибо, что пришла и рассказала мне». Софи в оцепенении кивнула. «Я лучше позволю тебе вернуться к работе». «Хорошо. Пока, Алик. Пока». Софи еще не успела захлопнуть дверцу своей машины, когда Алик прокричал ее имя. Она смотрела, как он бежит к ней, и через мгновение оказалось в его объятиях. Она дрожала всем телом, хотя день был теплый. «Все будет хорошо», – сказал Алик и ей, и себе. «Я в шоке, Алик». Она откинулась назад, чтобы увидеть его лицо. «Я говорила тебе, что у женщин в моей семье проблемы с беременностью, а теперь я беременна не одним ребенком, а двумя. Нам всего нужно будет по два, Алик. Две кроватки, две коляски, два высоких стула. Как это произошло?» Улыбка Алика была поддразнивающей. «Честно, Софи, в твоем возрасте, и задавать мне такой вопрос, почему-то я думал, ты сама уже все знаешь». Софи засмеялась. Это был смех радости и облегчения. «У них все будет хорошо». Подразнивание снова звучало в голосе Алика, и шок исчез с его лица. Софи все еще ощущала легкое головокружение, но кто может обвинить ее? «Доктор сказал, когда подойдет срок рожать». Это был такой замечательный, обыденный вопрос. «23 мая. Почти к нашему юбилею. Что, если я буду в больнице в нашу первую годовщину?» Алик только улыбнулся. «О, Алик вздохнула, Софи, ты так сильно нужен мне». Алик крепко обнял ее. «Они действительно нужны друг другу». Алик внезапно задумался. «Софи тоже?» И они немного разомкнули объятия, чтобы посмотреть друг другу в глаза. «Дети!» – произнесли они одновременно. «Мне подождать твоего возвращения или сказать им после школы?» «Дождитесь меня, хорошо?» Софи кивнула, а потом вдруг улыбнулась. «Они будут в восторге, по крайней мере Тори. Думаю, ты права. Я не могу дождаться, чтобы увидеть их лица». И это стоило ожидания. Глаза Тори не возвращались к нормальному размеру в течение получаса, и она минут по пять по телефону рассказывала эту новость каждой девочке из своего класса. Реакция Крейга была несколько иной. «А я все думал, почему ты уже такая большая?» «Крейг Райли» – возмутилась Софи. «Ну…» – он коротко рассмеялся. «Пит говорит, что его маме до пятого месяца не нужна была одежда для беременных, а ты уже носишь мешковатые рубашки». Софи все еще выглядела подавленной, но когда Крейг усмехнулся, она не выдержала и тоже засмеялась. «Вспомни, Софи», – добавил он, «ты сама сказала, что будешь выглядеть как носорог». Теперь засмеялись уже все, и именно сейчас Алик понял, что она плачет уже не так часто, как раньше. Больше обычного, конечно, но, кажется, ситуация улучшается. Однако через несколько часов он снова был готов передумать. «Я буду смущать тебя, Алик!» «О чем ты говоришь?» – он лег в кровать. Глаза Софи наполнились слезами. «Я буду похожа на дирижабль!» Алик рассмеялся, и тогда Софи расплакалась по-настоящему. Он попытался извиниться, но закашлялся, потому что его все еще душил смек. «Ложись спать, Софи, наконец», – сказал он. «Ты пытаешься сменить тему», – обвинила она его. «Так и есть, ложись спать. Я хочу поговорить». «Нет, у нас был длинный день, и я устал. Нам обоим нужно поспать». «Ты разговариваешь с Софи как с ребенком», – теперь она уже сердилась на него. Алик не ответил, и какое-то время он лежал молча. Алик услышал приглушенный схлип прямо перед тем, как Софи сказала. «Прости, Алик». «Все в порядке, дорогая», – сказала он, обнимая ее. «Мне действительно нужно поговорить с тобой, но я так устала». «Я приду домой в обед, хорошо?» «Хорошо». «И мы позвоним Рите на выходных, расскажем ей». Софи зевнув кивнула ему. «Она действительно устала, но не настолько, чтобы не признать грех гордыни. Ты беспокоишься о том, как ты будешь выглядеть, когда все, о чем ты должна думать, – это твои дети. Стыдно, Софи? Помоги мне, Господи. Помоги мне всегда помнить об этом». Софи не могла больше молиться. Через несколько мгновений сон сморил ее. Идя по больничному коридору, Софи периодически подтягивала свою рубашку вниз и думала, что Алик будет смеяться, когда она расскажет ему о том, что произошло. Внизу в вестибюле она чуть не сбила с ног мальчика, просто не заметив его. Она едва не снесла его своим большим круглым животом, потому что никак не могла видеть, что происходит под ним и не смогла уклониться. Палата 209. «Та самая, что нужна ей». Дверь была открыта, но Софи не узнала женщину на первой кровати. Между кроватями стояла ширма, так что Софи заглянула за нее. «Софи!» – послышался радостный возглас. «Здравствуйте, миссис Кент. Вы не говорили, что у вас будет ребенок?» Сразу же отвлеклась от своей боли пожилая женщина. «Да». «Похоже, уже скоро». «Нет, только в мае. Это близнецы». Миссис Кент слабо рассмеялась. «Ничего себе! Ну, если кто-то им может это сделать, так это точно вы». Софи улыбнулась, а потом серьезно спросила. «Как ваши дела?» Старые глаза немного потускнели. «Врачи говорят, что больше не могут держать меня здесь. Завтра меня выпишут. После этого я буду использовать свои шансы самостоятельно». «Рак распространяется?» «Нет», – покачала она своей седой головой, лежащей на белой подушке. «Но болезнь успела сильно распространиться до того, как мы о ней узнали. Лодыжка была первым признаком того, что что-то не так. Я едва вернулась к прежней жизни всего несколько недель назад, как снова сломала ее уже в третий раз». Софи положила на тумбочку цветы, которые до этого момента держала в руках. Миссис Кент поблагодарила ее и подождала, пока Софи не сядет рядом с кроватью. «Я не так близко общалась с вами, как мне хотелось бы, миссис Кент, и поэтому я надеюсь, что вы не захотите, чтобы я ушла. Я пришла поговорить с вами». Женщина посмотрела на нее. «О вашей религии?» Софи кивнула. «О моих отношениях с Иисусом Христом. Я никогда не проповедовал вам, но я хотела бы рассказать вам одну историю. Вы выслушаете ее?» Старая женщина смотрела на нее с большим интересом. «Я выросла в Чехословакии. Думаю, вы знали об этом. Моя мама умерла, когда я была совсем маленькой, а мой отец, когда мне было всего семь. После этого я жила с бабушкой. В советских странах есть большое притеснение, миссис Кент, но это не так уж и плохо. Угнетение приводило людей к Богу. Америка очень комфортная страна. Я знаю, что здесь тоже есть бездомные, голодные, но нет таких страданий, которые я видела в других местах. Рак, которым вы больны, или другие проблемы, имеют свойство заставлять нас взглянуть на себя по-другому. Вы говорите, что прогноз нехороший, но есть ли вам на что надеяться? Может быть, вы говорите, что вы старый, и уже слишком поздно? Но я расскажу вам историю об одном человеке. Он был вором. Он всю жизнь прожил для себя. Я не знаю детали его жизни, но знаю подробности его смерти. Так что мне точно известно, что он умирал потерянным человеком. Его ждало вечное наказание, гораздо большее, чем любые боли или дискомфорт, которые он испытывал на земле. Ему не нужно было гадать, близок ли конец. Он знал это точно, потому что висел на кресте рядом с Иисусом Христом. Был и второй вор по другую сторону от Христа. Он тоже жил жизнью греха и эгоизма, но он издевался над Богом. Он сказал, если ты Бог, спаси себя и нас отсюда. Но первый вор упрекнул его и сказал, что они разбойники, заслужили это наказание, а Иисус невиновен. Затем он попросил Иисуса вспомнить о нем, на что Сын Божий сказал, сегодня же будешь со мною в раю. Это был конец его жизни, миссис Кент, жизни, прожитой для себя. Но Божья благодать и дар спасения настолько велики, что даже умирающий грешник может познать прощение и обрести вечность. София всегда плакала, когда думала или говорила о величии Божьей любви и жертвы, но она вытерла слезы и посмотрела на миссис Кент. «Я раздавила вас, миссис Кент, или дала вам надежду?» спросила она шепотом. «Мне нужен твой спаситель», ответила миссис Кент, и слезы потекли по ее щекам. «Я не преодолею эту болезнь, а смерть для меня словно черная дыра». София взяла руку старушки и нежно сжала ее. «Я расскажу вам как, миссис Кент, если вы хотите, чтобы я помогла вам принять Христа». Миссис Кент кивнула, но прежде чем София успела продолжить, их прервали. Мистер Кент тихо вошел, но замер, увидев слезы своей жены. Он смущенно посмотрел на Софию, а потом снова на свою жену. «Я должна сделать это, Уолт», сказала пожилая женщина мужу. «Я не могу продолжать притворяться, что у меня еще есть время, а София знает дорогу домой». Уолтар Кент задумчиво посмотрел на жену, прежде чем сдвинуть шляпу и встать с другой стороны кровати. Не понимая, о чем она говорит, он сказал, «Иди, если хочешь». Миссис Кент снова взглянула на Софии и кивнула. «Библия говорит, что мы должны верить в Господа Иисуса Христа, чтобы спастись. Мы должны исповедовать устами своими и верить сердцем, что Бог воскресил из мертвых сына своего и что мы согрешили и нуждаемся в Спасителе. Сын Божий стал человеком, совершенным человеком, чтобы он мог умереть за наши грехи, ваши и мои. Но его дар спасения не принесет ничего, если мы не примем его. Вы понимаете, миссис Кент?» Кивок в ответ, и София молилась, чтобы получить правильные слова. «Молитесь вместе со мной, миссис Кент», пригласила ее София. Она произносила фразу и ждала, пока миссис Кент повторит ее, прежде чем продолжить. «Отец Небесный, я знаю, что я грешница, потерянная грешница. Я верю, что ты послал своего сына умереть за мои грехи. Я заслужила наказание, но Иисус заплатил цену. Я не хочу уходить из этого места без тебя. Господь Иисус, я потеряна сейчас. Прошу, спаси меня для своей вечности. Пожалуйста, стань моим спасителем и Господом с этого момента во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь». София подняла глаза. Вайолет Кент с удивительной силой сжимал руку Софии. «Я молилась, София. Я не просто повторила слова. Я не знаю, как ты поняла, что мне нужно это, но я сделала это. София, я сделала». «Бог знал, миссис Кент. Теперь вы принадлежите ему на веки вечные». Миссис Кент кивнула и повернулась к мужу. «Я должна рассказать тебе историю, Волт. Я должна тебе рассказать». Старик кивнул, и София встала. «Я оставлю вас». «Хорошо. Завтра вы уже будете дома?» «Да». «Я зайду через несколько дней, но сначала позвоню». «Нет», — повела женщина, настаивала. «Просто приходите. Если я буду спать, Волт разбудит меня». София согласилась и ласково улыбаясь мистеру Кенту, выскользнула за ширму. Когда она проходила мимо другой кровати, лежащая на ней женщина жестом позвала ее. София приблизилась, слыша краем уха, как миссис Кент рассказывает что-то мужу. Когда София наклонилась, женщина тихо прошептала ей. «Я молилась с тех пор, как ее положили сюда неделю назад. Спасибо, что рассказали ей, дорогая». София улыбнулась с этим мудрым старым глазом и нежно погладила женщину по щеке. В коридоре София почти расплакалась. Она подняла голову и, увидев часовню, устремилась внутрь. Там было тихо и пусто. София присела сзади, тремив свой взгляд вверх. Она больше не сдерживала слез, когда коротко, но с большой радостью молилась. «Ты больше не на кресте, Господь. Ты жив навсегда. Пусть твое имя будет прославлена». Две недели спустя миссис Кэн почувствовала себя достаточно хорошо, чтобы прийти на ужин к Райле, но через неделю она быстро сдала. Ее муж ужасно мучился из-за того, что не может ухаживать за ней дома, поэтому она согласилась вернуться в больницу. София побывала у нее дважды. С каждым часом пожилой женщине становилось все хуже. После одного такого визита София вернулась домой и поговорила со своей семьей. Крейг задал несколько вопросов, но Тори практически весь разговор молчала. «Я не понимаю», призналась Тори. «Что именно Тори?» спросил ее отец. «Зачем Бог привел миссис Кэнт в наши жизни, чтобы снова забрать ее?» «Ну, Тори», начал объяснять Алик. «Он сделал это, чтобы в ее жизни произошли какие-то чудесные вещи. Сейчас миссис Кэнт умирает, но Бог привил ее в нашу семью, и теперь она знает, куда она справляется. Ее тело умирает, но ее дух будет жить во Христе». «Так тяжело видеть, как она страдает и умирает», призналась Тори. «Я знаю, милая, но в некотором смысле Бог делает нам одолжение. Нам нужно напоминать, что земля – это место, где царит грех, и здесь не слишком комфортно». Миссис Кэнт рассказывает всем, куда она идет, и насколько Бог любит ее. «Вы знаете, что Софи принесла им Библию, и мистер Кэнт каждый день читает ее миссис Кэнт. И мистер Кэнт сказал Софи, что хочет посетить церковь с нами, но прямо сейчас ему нужно быть с женой». «Твои переживания из-за потери нормальны, Тори», добавила Софи. «Нам было бы намного легче, если бы мы не видели ее страданий, но Бог понимает наши чувства». «Я могу пойти с тобой в следующий раз?» «Конечно, Тори, но я должна предупредить тебя, что она может уйти на небеса в любой момент». «Почему бы нам не съездить к ней сегодня?» предложил Алик, взглянув на свои часы. «Как ты думаешь, сколько у нас есть времени, Софи?» «Кажется, посещения разрешены до восьми вечера». «Ну, сейчас семь двадцать, Тори. Поедем прямо сейчас». Они тут же вышли из дома. Крейг присоединился к ним, но Софи осталась. Она устала, и каждый раз, когда она покидала миссис Кент, она уходила без сожаления. Она делает это сознательно, на случай, если больше не увидит ее. Когда Алик с детьми вернулся домой, Тори сообщила, что миссис Кент очень обрадовалась их приезду и даже немного побеседовала с ними. Мистер Кент тоже присутствовал и несколько раз поблагодарилась за то, что они посетили их. Софи навестила их позже, на этой же неделе, но это был последний раз. Вайлет Кент умерла посреди ночи, всего через пять недель после того, как отдала свое сердце Богу. Тори была сильно расстроена, но тем не менее, хорошо справлялась со своими переживаниями. И она, и Крейг попросили разрешения не идти в школу, чтобы присутствовать на похоронах. Мистер Кент попросил Алика сказать несколько слов на похоронах, и Софи боролась со слезами, когда ее муж кратко рассказал о том, как миссис Кент приняла самое главное решение в своей жизни. Его слова прославили Бога, и несколько человек подошли к ним позже, чтобы поблагодарить и ободрить их. Мистер Кент сказал им, что они увидятся в воскресенье, и за ужином в тот вечер все они молились, чтобы он все-таки пришел в церковь. «Это ты, пап?» позвала Тори из гостиной, когда Али с Софи вошли через кухонную дверь. «Это мы. Что ты делаешь?» Тори вышла на кухню, но Софи прошла мимо нее к дивану в гостиной. Младенцы должны были появиться на свет через восемь недель, а они только начали занятия по ламазе. Софи со вздохом опустилась на подушки. «Как все прошло?» спросила Тори, садясь на диван рядом с Софи. Софи хихикнула. «Они заставили меня лечь на пол. Я думала, что никогда не встану. И что ты должна была делать?» «Дышать!» «Ты должна была видеть меня, Тори!» снова засмеялась Софи. Животы всех остальных женщин немного расплющились, когда они легли, но мой выпятился еще больше. Она повернулась к Алику, который присоединился к ним. «На что он похож в кровати?» «Ну, — сказал он беззаботно, «это все равно, что спать с верблюдом». У Софи отвисла челюсть, и недоверчивый смешок сорвался с свой губ. «Я люблю верблюдов!» быстро заверил ее Алик. Он никогда не знал, что снова заставит ее плакать. Тори хихикнула, но сказала сочувственно, «Не слушай его, Софи!» «Кстати, что это с твоим животом?» «О, Тори!» — завопила Софи. «Ты должна это увидеть!» «Похоже на карту Луны!» И Алик, и Тори нашли это очень забавным, но как бы Алику не хотелось продолжать веселье, ему пришлось напомнить Тори, что утром ей надо будет вставать в школу. Она пошла спать. Алик за ней, чтобы поцеловать ее и пожелать спокойной ночи. Позже, присоединившись к своей жене в гостиной, он заметил, «Может, тебе тоже пора ложиться спать?» Она выглядела такой сонной. «Возможно, я буду спать прямо здесь!» Софи положила руку на живот. «Они все время борются!» Алик усмехнулся. «Кто выигрывает?» «Оба!» «На этой неделе это мальчики или девочки?» спросил с улыбкой Алик, так как Софи постоянно меняла свое мнение. «Кажется, оба!» «Петра и Николай!» «Не Джейн и Джон?» «Ладно», — согласилась она. «Петра, Джейн и Николай, Джон!» Софи выглядела торжествующей, а затем посерьезнела. «Что если мы не сможем решить до того, как родятся дети?» «Ну, мы будем думать над этим. Лучше бы решить это до того, как они покинут больницу, но это не обязательно. У нас были трудности с именем для Тори», вдруг вспомнил Алик. «Я хотел Стефани». «Стефани — это прекрасное имя, но это был бы полный род с Райли». «Трудно произносимая фраза», — поправил ее Алик. «Именно так сказала Ванесса. «Нам придется произносить два имени». «Алик, почему бы нам не выбрать что-то одно?» Он на мгновение задумался, а затем покачал головой. «Прямо сейчас я не знаю. Эти дети наполовину чехи, и я думаю, что в этом есть что-то особенное. Но в то же время я не хочу, чтобы у них были такие имена, с которыми им будет трудно жить в Америке». Софи всем сердцем согласилась с этим, и они продолжили обсуждать варианты, как вдруг зазвонил телефон. «Алло?» «Привет, папа!» «Рита, что-то случилось?» «Я просто звоню, чтобы сообщить, когда я буду дома». «Хорошо. У нашего водителя есть еще занятие до пяти вечера, так что мы приедем, вероятно, после полуночи». «Ладно, просто будь осторожна». «Мы будем, как Софи?» «Беременна». «Я узнаю ее?» «Да, но она много спит и говорит, что дети все время борются». Алик заглянул к Софи, но она, похоже, спала. «Если это так, — сказала Рита, то мы прекрасно поладим. Я бы хотела проспать всю неделю, что буду дома». «Ага, как же, — усмехнулся ее отец, — ты будешь болтать по телефону через час после того, как встанешь в субботу утром». Рита рассмеялась и, поговорив еще минут пять, повесила трубку. Софи крепко спала, так что Алик запер дверь и наклонился над ней. «Софи!» — тихо позвал он, нежно коснувшись ее волос. Ее глаза открылись, но она смотрела только на его рубашку. «Пошли, я помогу тебе подняться наверх». «Разве я уже говорила с Ритой?» Она хмуро взглянула на его карман. «Нет, милая, но она сказала, что будет дома поздно ночью в пятницу». Софи весьма обрадовалась этой новости, так что позволила Алику затащить ее в кровать. Она погрузилась в сон, как только легла, пока ее мочевой пузырь первый раз за ночь не позвал ее в туалет. Каждый раз, когда Софи вставала, она спрашивала Бога, будет ли она когда-нибудь снова спать всю ночь. «Я голодная», — объявила Софи, и девочки остановились посреди торгового центра, чтобы посмотреть на нее. «Но нам осталось всего два магазина», — Софи возразила Рита. Мачеха медленно покачала головой на хмурих брови. «Сейчас я иду есть. Вы можете присоединиться ко мне, если хотите, но лично я сейчас собираюсь перекусить». Девочки усмехнулись. «Я думаю, она не шутит», — громко прошептала Рита. «Поверь мне», — поддразнила Тори. «Когда Софи хочет есть, с ней никто не спорит». Софи высоко задрала подбородок, отметая их насмешки, и девочки рассмеялись. Тем не менее, Софи действительно пошла есть. Всего через десять минут они были на фудкорте, и Софи ела буритто. Ее глаза закрылись от удовольствия, а ее спутницы только удивленно качали головами. Сейчас их мачеха не была похожа на ту женщину, с которой они познакомились когда-то. Софи была совершенно искренней и ничего не оставляла без внимания. Когда ей нужно было поговорить с кем-то, она говорила. Если кто-то был расстроен, она не расстраивалась, но оставалась спокойной и выслушивала. Она выплакала во время беременности. Больше слез, чем казалось возможным, но она смеялась над собой в процессе и пообещала им, что когда-нибудь снова станет обычной Софи. Разница в возрасте между Софи и их отцом составляла 11 лет, но дети никогда не чувствовали этого. Уровень зрелости Софи был невероятным, и их отец казался моложе, чем когда-либо. Они хорошо дополняли друг друга. То, как их отец смотрел на Софи, было самой романтичной вещью, которую когда-либо видели Тори и Рита. Рита любила христианские романы и теперь тоже увлекалась ими, но наблюдать за отцом и Софи было куда интереснее, чем читать об этом в книгах. Они не были совершенны. Временами они хмурились друг на друга, так что это говорило остальным о том, что им предстоит серьезный разговор за закрытыми дверями, но по большей части их родители были в восторге друг от друга. Их отец был замечательным человеком, и его любовь к Софи не стала ошибкой. «О чем задумались девочки?» Софи наконец заметила на их лицах мечтательное выражение. «Ни о чем!» быстро выпалила Тори, но Рита только усмехнулась. Софи внимательно посмотрела на них, но тут же забыла, о чем спрашивала, поскольку видела, что все в порядке. Она и мечтать не могла о таких замечательных пачерицах. Они основательно вымотают ее, прежде чем закончат эту поездку по магазинам, но Софи не променяла бы их ни на кого другого, даже на младенца внутри себя. И это еще раз подтверждало тот факт, насколько сильно Софи любит их Риту, Крейга и Тори Райли. Первая годовщина Алика и Софи прошла, а дети все не спешили появляться на свет. Доктор Фауч сказал Софи, что дает ей еще пять дней до первого июня, а потом он начнет принимать меры. Софи была недовольна этим, но с другой стороны, она была более чем готова к началу гонки. Она снова почти постоянно плакала, но тем не менее, ей практически удалось совладать со своим волнением. Рита все лето провела дома, работая по полдня, потому что Алик хотел, чтобы она помогала с домом, так что большую часть ужина готовила именно она. Однако в этот вечер у Риты была ночная смена, поэтому Софи взялась в заготовку. Тори накрыла на стол, а Крейг был у них на подхвате. Он чистил морковь, когда Софи доставала из холодильника тарелку с желе. Крейг услышал звон и резко обернулся. Тарелка валялась на полу вверх дном, и на глазах Софи выступили огромные слезы. «Я не собираюсь плакать», твердо заявила Софи. «Можешь, если хочешь». Он научился отвечать. Софи расплакалась. В это время зазвонил таймер на духовке. Печенье было готово. Крейг взял прихватку, а Тори начал убирать желе. Софи все это время плакала. Она еще несколько минут стояла на кухне, а затем побрела в гостиную. Через несколько минут Тори присоединилась к ней. «Я так устала уставать», воскрикнула Софи. «Я так устала от беременности. Что-то вроде огромной шутки над Софи. Она будет вечно носить этих младенцев». Тори тихо сидела с ней. Она не знала, что сказать. Похоже, Софи была беременна слишком долго. «Я рада, что вы все готовы», Тори сказала первое, что пришло ей в голову. «Дженни Ламбард – самый старший ребенок в семье, и она сказала мне, что родилась рано. Ее родители даже не успели купить кроватку или что-то там еще». Софи громко шмыгнула носом, но продолжила слушать. «Я имею в виду, даже если бы дети родились сегодня вечером, мы бы все были готовы. Вчера Рита даже пропылесосила в детской, так что все действительно готово». Софи снова шмыгнула носом и немного сменила позу в кресле. Ей было неловко слушать Тори, пытающуюся хоть как-то ее утешить. «Меньше, чем через неделю, будут каникулы. Мы с Крейгом уже будем дома, чтобы помочь». Софи не смогла сдержать улыбку. «Ты в сердце Софи и Тори. Мне жаль, что я такая ворчунья». «Все хорошо, Софи». Она сделала паузу, а затем пристально взглянула на нее. «Ты немного боишься, Софи? Иметь детей? Да». «Может быть немного, но я точно готова Тори. Я хочу с ними встретиться». «Я разделила самый интимный опыт, который можно себе представить с этими двумя маленькими человечками. Я взращивала их в своем теле. Это чудесно, Тори. Я люблю этих детей. Это однозначно, но я не знаю их, и я боюсь из-за этого». Тори кивнула. Софи знала, что должна вернуться на кухню, но в то же время она слишком устала, чтобы двигаться. «Мне не стоило садиться». Тори встала и подошла, чтобы помочь Софи подняться. Они вернулись на кухню, и как только приехал Алик, сели ужинать. Софи съела совсем немного из того, что положила себе на тарелку. Внезапно она почувствовала себя плохо. «Что случилось?» спросил Алик, когда посуда уже была вымыта. «Мне больно и тяжело», сказала она, «но я чувствую себя так уже в течение многих недель». «Но сегодня это немного по-другому». Глаза Софи расширились. «Как ты узнал об этом?» Алик покачал головой и пожал плечами. «Твое лицо и поступки», он улыбнулся. «И, конечно же, время. Младенцы никогда не позволяют своим родителям заснуть на всю ночь перед началом веселья». Но Алик ошибся. Софи спала очень хорошо, и первая схватка не тревожила ее до полудня следующего дня. Она была на кухне, как вдруг резкая боль вышибла из нее дух. Алик звонил ей все утро, и когда он позвонил двадцать минут спустя, у Софи было уже три схватки. «У тебя все в порядке?» «Да, больно, но не невыносимо. Ты приедешь?» «Да, но дорога займет сорок пять минут». «Рита уже дома?» «Нет, но думаю, скоро будет». «Позвони Гладис и предупреди ее, и держи телефон под рукой». «Хорошо». «И Софи», добавил Алик, «ничего не мой там». Он хорошо узнал свою жену. К тому моменту, как он приехал, Рита была уже дома. Она ходила за Софи, как хвостик, пока та пыталась убраться в доме. Боли утихли, но Софи чувствовала себя странно возбужденной. «Пожалуйста, присядь», попытался уговорить ее Алик. «Мне надо еще кое-что сделать». Алик последовал за ней, продолжая уговаривать. «Просто сядь, чтобы проанализировать все. Что, если время пришло?» «Не думаю», «Алик», сказала она и пошла прочь, но он поймал ее за руку и повел в гостиную. «Послушай меня», пробормотал он и мягко толкнул ее на диван. «Алик», заныла она. «Он очень хорошо знал, что встать сама с этого мягкого дивана она не сможет. Однако Софи не смогла сдержать смех, когда Алик схватил секундомер и сел, наблюдая за ней. «Ты ведешь себя глупо», сказала она ему, но Алик не ответил. Рита, молча смотревшая на все это, тоже присела в кресло. Алик засек время. Перерыв между схватками был пять минут. Алик быстро позвонил доктору Фаучу, который проинструктировал Алика, что делать дальше. Рита забрала Крейга и Тори со школы. Дети тихо вошли, их лица горели от возбуждения. Наконец, в 6.30 вечера, Алик привез Софи в больницу, но у них в запасе было еще несколько часов. Спустя 10 часов после первой схватки Софи родила мальчика. Это произошло в 10.18 вечера 29 мая 1992 года. В 10.20 родился еще один мальчик. Он был похож на первого. Алик подошел к Софи и положил свою голову на подушку рядом с ее. Крик младенца был очень громким, но она все равно услышала слова Алика. «Ты сделала это», сказал он, «почти такой же мокрый, как и Софи». «Я сделала это», выдохнула Софи. «Я люблю тебя». «Я тоже тебя люблю, Алик». Он поцеловал ее, а затем вместе с медсестрами понес их сыновей в детскую палату. Софи ощущала слабость, но попросила телефон. Трубку поднял Крейг. «Софи?» «Да, это я». «Как дела?» «Я устала, но так...» Ей пришлось ненадолго прерваться, так как она услышала, что Крейг зовет сестер. «Кто у тебя?» «Мальчики. Два мальчика». Послышались крики, и на линии оказалась Тори. «О, Софи, мы хотим к тебе». «О, Тори, я бы тоже хотел увидеть вас, но уже очень поздно». «Тогда утром, мы придем утром». «Хорошо». «Рита хочет сказать тебе пару слов». «Привет, Софи». «Привет, Рита. У меня мальчики». «Крейг сказал мне». Софи услышала слезы в ее голосе. «Папа там?» «Он с младенцами». Рита не выдержала. «Я люблю тебя, Софи». «Я тоже люблю тебя, Рита». «Передай Крейгу и Тори то же самое». «Я передам». «Разговор закончился. А Софи просто чудо». «А Софи просто чудо». «Также Алик сказал детям, что скоро поедет домой и что все они смогут прийти к Софи утром». Следующий день был очень перегружен. Алик и дети были не единственными посетителями Софи. Мистер Кент пришел во время послеобеденного тихого часа. Младенцев только что забрали в детскую, и Софи пребывала в восторге от встречи с ними. «Как вы?» – спросил мистер Кент. «Я в порядке», – ответила Софи. «Вы уже видели младенцев?» «Еще нет». «У меня два мальчика», – мистер Кент кивнул. «Алик сказал мне, когда звонил». Старик присел. Они не говорили ни о чем конкретном. Каждое воскресенье он посещал церковь вместе с ними. Даже сидел рядом, но никогда не комментировал. Алик однажды пригласил его на мужскую молитвенную группу, но мистер Кент отказался. Каждую неделю он сидел рядом с ними, и его глаза были приклеены к пастору Бейкеру. Он был скрытным человеком. Трудно было понять, о чем он думает. «Нет». Жена оставила мне инструкции, – сказал мистер Кент Софи. Она была удивлена, потому что он никогда не упоминал свою умершую жену. Она сказала, что я должен купить что-то особенное для этих детей. То, что они будут использовать и помнить. «Хорошо», – помедлив, – ответила Софи. «Ну, вам не нужно решать сегодня, просто чтобы вы знали». «Хорошо», – ответила с улыбкой Софи. «Я скучаю по миссис Кенту», – повела она. Мистер Кент кивнул. «Вы были их хорошим другом». «Кто сейчас снимает коттедж?» «Пожилой мужчина, мистер Блакеншип. Он держится сам по себе, в стороне ото всех». Мистер Кент замолчал, отвернув лицо к окну. Софи изучала его профиль и не в первый раз умоляла Бога смягчить его сердце и спасти его. «Пожалуйста, позволь ему увидеть тебя, отец. Пожалуйста, позволь ему признать, что без тебя он потерян. Покажи мне, как помочь ему». «Ну, вы, конечно же, выбрали прекрасное время года для рождения мальчиков», – произнес внезапно мистер Кент. «Это замечательное время для празднования дней рождения». «Я не думал об этом, мистер Кент, но это и правда будет весело». Он задержался еще на некоторое время, но в следующий час Софи провела одна. Ей о многом надо было подумать и помолиться, так что время было потрачено не зря. Наконец, она задремала. Ее последняя мысль была о том, что она не плакала с тех пор, как мальчики родились. Она сказала Господу, что прекрасно снова быть в Софи. «О, Алик, разве они не самые прекрасные из того, что ты когда-либо видел?» «Да, так и есть». Софи сидела в изголовье кровати в своей спальне дома. Алик рядом с ней. На коленях Софи лежал Джордан Уэйт в великоне Райли, а на коленях Алика Пейтон Джеймс в великоне Райли. Джордан крепко спал, но Пейтон пытался сосредоточить свой взгляд на отцы. Им было уже шесть дней, и Софи не могла перестать смотреть на них и прикасаться к ним. Ей все еще было трудно двигаться, у нее все болело, но она была готова вернуться к прежней жизни. У нее были проблемы с кормлением, но она не опускала руки. Самым большим желанием было кормить детей грудью, но у Бога были другие планы, и Софи приняла этот факт. — Взгляни на его пальчики, — Алик сказала Софи, нежно подняв слабую руку Джордана. В дверь постучали, она открылась, и из-за нее высунулась голова Крейга, желающего проверить, не проснулся ли кто-нибудь. — Неинтересно, как эти двое? — Эй, Пейтон! — позвал он, увидев, что глаза ребенка открылись, и наклонился, чтобы поцеловать шелковистую головку младенца. Без разрешения он украл его с колен отца и прижал к себе. Алик не возражал. Ему пора было на работу. Когда отец вышел, Крейг подошел к Софи. — Эй, Джордан, проснись и поговори со мной. Младенец спал, не обращая внимания на Крейга, и Софи рассмеялась, подняв лицо к нему. — Каково это быть на пятнадцать лет старше своих братьев? Крейг усмехнулся. — Сейчас нормально, но когда им исполнится пятнадцать, мне будет тридцать. Вот тогда это будет как-то странно. Софи снова рассмеялась. К ним присоединилась Рита. Джордан был похищен у матери так же быстро, как Пейтон у Алика, но Софи ничего не имела против. Она слышала ужасные истории о старших детях, недовольных вторжением в их жизнь младенцев. Но с детьми Райли все было не так. — Конечно, малышам еще нет и недели, но если они с Аликом сделают все как надо, Софи была уверена, у старших детей не будет никаких обид. И Софи была права. Это время положило начало дружеским, исполненным любовью отношениям между старшими и младшими братьями и сестрами, только крепнущим со временем. Через шесть недель подростки были столь же опытны в одевании подкузников и кормлении из бутылочки, как и Алекс Софи. Когда у малышей была трудная ночь, следующим утром все немного раздраженно порыкивали друг на друга, но все быстро разрешалось. Стало тяжелее физически и морально, когда осенью Рита снова уехала в колледж, и Крейгстори пошли в школу, но это дало Софи возможность побыть с младенцами наедине. Со временем Софи поняла, что идеально чистый дом не так важен. Она часто бывала уставшей, но редко унывала, так как ежедневно благодарила Бога за то, что Он подарил ей возможность делать то, что она любит больше всего. Она знала, что никогда не должна принимать, как должное привилегию быть дома со своей семьей. Олег полностью поддерживал ее в этом, но он часто молился, чтобы когда-нибудь Бог снова использовал знания языков Софи, чтобы прославить его. Чешское наследие Софи было важным, и Олег никогда не забывал об этом, так что он был очень рад, когда учитель Крейга по-немецкому попросил ее поехать с классом в Германию следующим летом. Близнецы были еще маленькие, но Олег уговаривал ее поехать. Он также поддерживал умение Софи играть на фортепиано, и она охотно играла ему и детям, когда перед сном они кормили младенцев из бутылочек. Это всегда было особенное время, и Олег часто вспоминал испуганную молодую женщину, которая пришла к нему в поисках работы экономки. Она содержала дом в порядке, но также она хранила намного большее, например, ее веру в Бога, как в ее отца, ее брачные обеты. Глаза Алика наполнились слезами, когда он впервые услышал, как Софи сказала Тори, что она в ее сердце. Потребовались месяцы боли и слепоты, но теперь Алик лучше всех знал, что быть в сердце Софи – это нечто по-настоящему особенное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова